И снова здравствуйте! Вторая часть ответов на вопросы. Погнали! О, какой интересный вопрос. Так ли доброжелательны дельфины? Или если ты один и вокруг никого, лучше грести от них, а не к ним? Ну, про дельфинов я ничего сказать не могу, кроме того, что не нужно тревожить животных, даже если они безопасны. Когда мы находимся на воде, мы гости у них, поэтому не нужно им мешать. Про море, океаны, волны много информации у серферов, но предполагаю, рыбаки вряд ли этим интересовались. И можно ли им рассказать про некоторые понятия, фишечки? Там столько тем вообще. Ну, тем там вообще действительно много, и вот в таких коротких ответах на вопросы про эти все темы не рассказать. Поэтому я советую подписаться на наш телеграм-канал, там очень-очень-очень много всяких разных разделов, и вот уже там задать всякие углубленные вопросы. А фишечек действительно много. Как грести быстро и долго? Как меньше уставать при этом? Какие мышцы работают? Техника. Смотрите мастер-класс от Сергея Петрова, в котором он полностью все рассказывает, как правильно грести. От себя я скажу, что самые мощные мышцы это мышцы спины, и если их подключать в гребле, то тогда гребля станет ненапряжная. То, что достаточно тяжело сделать вот отдельно руками, бицепсом, спиной делается вообще элементарно. Та нагрузка, которая вымытает ваши руки, будет полностью незаметна для вашей спины. Гребите правильно, гребите с подключением спины, и тогда все будет хорошо, сможете грести долго и не уставая. Но обязательно посмотрите мастер-класс от Сергея Петрова. Какой самый максимальный мотор можно ставить на байтбот? Байтбот это такая наша моторная байдарка, если кто не знает. По паспорту можно ставить мотор не больше 5 лошадиных сил. Но я вам скажу по секрету, и 10 лошадиных сил байтбот сломают. Все дело в том, что байтбот лодка достаточно узкая, и соответственно более строгая, чем стандартные широкие моторные лодки, к уровню капитанских способностей. И именно для того, чтобы люди не лихачили, не летали на высоких скоростях, мы ограничили максимальную мощность мотора, разрешенную до 5 лошадиных сил. Профессионал может повесить, конечно, и 10, и 15 лошадиных сил, но наша ответственность на такие случаи не распространяется, а использование такого мотора лишит вас гарантии. Правда, что ТПУ нельзя обезжиривать ацетоном? Правда, потому что ТПУ очень легко разрушается ацетоном. Оно становится пористым, и если ацетон воздействует на ТПУ достаточно продолжительное время, то получается такая губочка, которая начинает по всей площади травить. Есть какая-то еще информация про Пакрафт Тандем? Есть Пакрафт Тандем хороший? Делается. Ждите скоро новое видео. Андрей, ваши три самые любимые модели лодок Тайм Триал. Фишка ЯК Эва, Биг Фиш Пак 2 и Джон Бот. Ну и вне конкурса Зеленый Дракон. Он великолепен. О, рыбаки вопрос задают. Какой длинный спиннинг лучше всего для ловли с фишка ЯК Эва? Я считаю, что для ловли не только с фишка ЯК Эва, а вообще в принципе с лодок оптимальная длина от 2,10 до 2,40. Можно ловить и трехметровой палкой, можно ловить и коротышом 1,60, но оптимально это вот 2,10, 2,40, по крайней мере для меня. Какая самая быстрая байдарка у Тайм Триала? Наверное, все-таки смена. Причем смена 2. Это идеальная по гидродинамике байдарочка, сделанная сугубо для спортивных целей. С ней в принципе может потягаться Вега Спорт, это особо узкая Вега, а также байдарки из Аэрдека, например, Ронин и Самурай. Можно ли заказать лодку с нуля по моим чертежам? Конечно можно, но лучше всего это делать, как говорится, не в сезон. Так оказалось, что не в сезон, это у нас примерно с конца августа до ноября. Потом начинается зимний сезон, который плавно перетекает в летний сезон, и вот сейчас, например, заказать какую-то сложную индивидуальную разработку, это будет, ой, долго, это будет, ой, дорого. В общем, сейчас не самое время заказывать какой-то сверхэксклюзив. Почему вы не делаете покрафты с дном из ТПУ? А почему не делаем? Вот у нас Кайман с дном из ТПУ, у нас спортпаки идут с дном из ТПУ. Но для обычного пользователя дно из ПВХ гораздо практичнее. Лодка, в которой ТПУшный баллон склеен вместе с ПВХшным дном, более прочная, более надежная, она более ремонтопригодная. Если вы где-то пробили днище, то его очень легко починить самостоятельно. А вот с ТПУшным донышком походные ремонты будут немного сложнее. Еще понятное дело, что лодка с ПВХшным днищем будет дешевле. Какой клапан лучше, лепестковый или голубевый? Вот где-то два года назад я считал, что для легких лодок лучше клапана лепесткового нет ничего. Но примерно в то время появились электрические китайские турбинки на аккумуляторах, которые накачивают лодки моментально. И лучше всего они дружат как раз с клапанами голубева. Так что теперь на все свои экспериментальные лодки я ставлю клапан голубева. И считаю, что это наиболее оптимальный вариант, потому что он гораздо надежнее, чем лепестковый клапан. Его очень легко заменить, он только чисто механически крепится, то есть вывернули-ввернули. А клапан лепестковый, он вваривается прямо в корпус лодки, и если его каким-либо образом повредить, чаще всего у него повреждается лепесток, то замену клапана можно сделать будет только в заводских условиях. Поэтому я считаю, что сейчас лучший выбор это клапан голубева. Да, он более тяжелый, но не настолько, чтобы делать из этого трагедию. Расскажите, какие новинки ждать в этом году? Новинки будут. Но на то они и новинки, что про них вот так вот заранее не трубить. Будет интересная лодка на базе щукаря-варвара, будет интересная лодка на базе веги, даже две интересные лодки на базе веги. Будут новые покрафты. Следите за анонсами. Как лучше всего складывать лодку, чтобы она влезла в сумку? Вообще, как бы все байдарки, все покрафты, они складываются по одному шаблону. Сначала мы стараемся откачать весь воздух, потом лодка складывается сначала вот так поперек, потом она складывается вдоль. И получившись в такую вчетверо сложенную тряпочку, мы попросту сворачиваем в плотный-плотный-плотный рулончик. Затягиваем лямочкой, и получается хорошо и компактно. Это наиболее универсальный способ, чтобы свернуть лодку. В чем смысл выносных уключен, и почему они лучше обычных? Они не лучше обычных. Они просто необходимы в определенных условиях. Например, если у вашей лодки небольшой диаметр баллонов, как, например, практически у всех байдарок и покрафтов, но в то же время вы хотите грести парными веслами, тогда без выносных уключен эффективная гребля не получится. Потому что точку надо вынести вверх и вбок. Иначе вы будете просто задевать коленки, и не сможете приложить правильное усилие на ваши весла. Почему в покрафте танк верхние держатели для спиннинга развернуты вдоль лодки? Да, в танке держатели верхние стоят вот так. Это на самом деле дань нашим любителям ловли поплавочными удочками. Танк это один из самых старых рыболовных покрафтов, он был первым рыболовным покрафтом. В тот момент был запрос от поплавочников, чтобы они могли просто брать вот так вот спереди, ставить поплавочную удочку, чтобы она была направлена по носу лодки, и вот так вот ловить рыбу, как рыба клюет, сразу вот так вот оттуда достаем и поднимаем рыбу. С тех пор такой вот сдвойный держатель и ставится. Хотя на самом деле я считаю, что вот такой вот вперед смотрящий держатель, он не нужен. Можно вот так на нос лодки класть просто в удилище. Тем не менее, дань традиции. Какой вес якоря нужен для покрафта чихонь? Примерно 2,5 килограмма. Но не таскайте с собой железку, особенно эту с когтями. Есть прекрасная вещь под названием каякорь. Это гермомешок из прочной ткани, в зависимости от силы течения, от силы ветра, вы наполняете этот гермомешок прямо на берегу, вот так вот веслом, нужным количеством песка, и все, у вас отличный безопасный якорь, который не процарапает вашу лодку, который при транспортировке весит всего 300 граммов, а не 2,5 килограмма. Отличное универсальное решение. Причем он прекрасно держит даже моторные лодки. В него же можно положить 5 килограммов песка. Такого веса достаточно, чтобы удержать практически любую моторную лодку. Ну вот и закончились вопросы. Задавайте еще, я с удовольствием на них отвечу. С вами был Андрей Сонар. Всем пока.